Сергей Анатольевич, насколько я знаю, вы были заминистром путей сообщения и отвечали за движение. То есть вы инженер тоже путей сообщения, как и я, да? Вы опытный железнодорожник, так скажем, большой у вас практический опыт. Вот приехали к нам, посмотрите, что мы делаем. И вот ваше впечатление о струнной дороге, системе, скайвее, как инженера и как железнодорожник. Да, у меня повезло поработать на таких ответственных должностях, начальник отделения, вместитель начальника, начальник дороги. Это какой? В Сибири где-то, да? Да, после Сибири. Потом, Аксененко, будучи министром, я доверил пост начальника департамента, а потом начальника департамента присоединил тоже заместителя министра. То есть возможности были заместителя министра и исполнительская функция, это начальник департамента перевозок. И это было время, когда прописывали все реформы. Реформы подразумевали оптимизацию расходов, увеличение скоростей, централизацию перевозок. Ну на этой стадии у нас много было сделано, было 5 часовых поясов на сети. То есть если ты в Москве проводил селекторное, то в Хабаровске уже проводили итоги с проделанной суток. Ну это тоже нужно было, когда этот 36-й год устанавливался тогда, соответствующими структурами по сегодня. Но Аксененко мог это решить. И это так решено сегодня, единый часовой класс, 18 часов московского времени, вся сеть работает на централизацию. Единый диспетчерский центр управления, который сегодня функционирует, то есть подразумевали Москва, 7 центров. И они управляют нам всем, чтобы управляемость была лучше. Унификация весовых норм. Ну когда это в большинстве сегодня сделано, оно в большей части не дало того результата, на который может рассчитывать, ну скажем, экономика. На качестве доставки груза это реально не отразилось. Ну то есть эта проблема есть. Если сегодня в Кузбассе грузится уголь, и он 5000 расстояние едет на восток либо на запад, он попадает под моносферные осадки, влага, сушится, качество его теряется. Высокие технологические грузы, они ушли на автомобильный транспорт, легконтейнерные перевозки, ушли годом. И остались нефтеперевозки, в большинстве случаев уголь опять же тот не в том качестве. Ну и, к сожалению, скорость доставки груза, она не изменилась, она еще ответственная железнодорога. Не еще 10 килограмм, а это километр в час, по-моему. А ответственность в железнодороге, она подписана еще на паровозной тяге. Это когда еще министр был убежщик, он подписал ответственность. И то сегодня несут ответственность, когда ниже 10 километров в сутки пошел этот угол, тогда и груз оплачивается в штрафные санкции. Потому что сегодня тоже тарифы на железной дороге, они, ну, трудно подаются логике определенной, и все недовольны. Почему там существовали категории первый, второй класс грузов, почему за металл? То есть, ну, вся формула была в том, что чем дороже груз, тем больше за него должны заплатить, соответственно, да. Ну, а уголь, раз мы так дешевы, то, соответственно, и это всех не устраивает, да. Хотя все понимали, что затраты одинаковые, что ввести 70 тонн металла, что 70 тонн угля, расходы в транспорте, одни и те же. И, соответственно, задавали вопросы те и другие, да, допустим, как этот вопрос решить. Я думаю, что вот у вас этот вопрос не будет возникать реально, потому что на самом деле, вот, и там задавали вопрос, разницы в этом нет. Вот у вас, на самом деле, разницы нет, да, разницы, что ввести, там, скажем, 10 тонн угля, что 10 тонн, там, слябы, ну, что-то будет, нужно перевозить. Потому что там и там будет дешевая, но низкая себестоимость перевозок, и поэтому не надо завершать цену на перевозок, чтобы купить систему. То есть нагрузка будет, да, все, то 10 тонн есть, и все, и все будет одинаково, стоите, это не нужно никаких особо заморочек. Это хорошее решение, которое, я думаю, что, может быть, я не знаю, те оппоненты, которые вас не поддерживают, они не так глубоко знают это все? Да нет, там причина в другом, это конкуренты, причем они недобросовестные, ведь никто конкуренцию не отменил. И то, что идея родилась вне, там, месеца транспорта, да, вне вот тех научных учреждений, которые занимаются транспортом и так далее, я же это создал как любитель, как энтузиаст, да. Это уже это настраивается впротив, как вот там самоучки, что такое придумал, да это наверняка что-то плохое, не мог что-то хорошее сделать, да. Уже вот даже это заставляет так их вести себя, как они ведут. И поверят только тогда, когда мы сделаем сертифицирован и выйдем на рынок, вот тогда поверят все, в том числе наши оппоненты. И бесполезно им что-то доказывать, надо доказать делом. И мы до сроки, что-то так. Значит, ну, мы вот сертифицируем уже городскую систему и грузовую 80-е еще годы. А заказы мы уже сейчас получаем. Мы не делаем предпроектные работы. А уже проектно-изыскательская работа и строительство уже реальных объектов, по реальным проектам, мы вот начнем уже в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok